В игры все чаще приглашают популярных актеров, потому что нынешние технологии помогают очень точно воспроизводить самые тонкие нюансы актерской игры – микромимику. У микрофона Семен Востовский видео смонтировал игры Максимов, и сейчас я попробую рассказать о том, каким методом прибегают разработчики, чтобы движения лиц выглядели естественно. Предпосылки для развития лицевой анимации возникли еще в начале 90-х. Тогда почти во всех играх лицевая анимация ограничивалась двухмерными спрайтами во время катсцен. Необычный для того времени пример лицевой анимации можно выделить в первой игре серии Doom. В худ панели, наряду с количеством ХП и боеприпасов, отображался аватар главного героя, который менял выражение лица в зависимости от игровой ситуации, при получении урона, агрессии, а при передвижении по локации оглядывался по сторонам. В тех же 90-х в свет вышла технология, которая навсегда изменила процесс анимирования – Motion Capture. Уверен, многие из вас видели подобные сцены. Это процесс маркерного захвата движений, который активно применяется в производстве кино и игр вот уже более 20 лет. На тело актера крепятся специальные датчики, данные из которых считывает камера и переносит все это виртуальное пространство в виде скелета, который впоследствии накладывается на 3D-модель. Маркерная система имеет несколько разновидностей, основным различием между которыми является принцип передачи движения. Так выделяют оптически пассивные системы и оптически активные. В пассивных системах инфракрасный свет посылается на датчики-маркеры, где отразившись от них он попадает обратно на объектив камер, сообщая тем самым позицию маркера. Оптически активные системы вместо маркеров используют светодиоды, каждому из которых назначается свой идентификатор, благодаря чему система не путает их между собой в отличии от оптически пассивных систем. В начале нулевых механика маукапа усложнилась, те же самые датчики в немного измененном виде крепились на лица и записывали информацию о движении мышц лица. Данная технология получила название Performance Capture. Ее использовали в Властелине Колец и Кинг-Конге Питера Джексона, в Полярном Экспресс Роберта Земекис, а чуть позже в Аватаре Джеймса Кэмерона. Со временем технология плавно перебралась в игровую индустрию, однако в силу своей дорогостоимости далеко не каждая студия могла себе ее позволить. В 2004 году необычный подход к созданию лицевой анимации показали Valve. Во время работы над Half-Life 2 разработчики внедрили технологию, которая генерирует анимации лиц. В основе была технология по классификации выражений лиц человека, или по-другому FACS. Принцип состоит в том, что каждая часть лица имеет определенную анимацию, а каждая анимация имеет свой уникальный цифровой код. При их комбинировании между собой получается эмоция, или конкретное действие. Лицевые движения система кодирует в двигательных единицах, а их интенсивность задается в цифрах. Например, для того, чтобы показать гнев, используют следующую комбинацию. Опущенные сведенные брови имеют значение Action Unit 4, прищуренные глаза Action Unit 5, а поджатые губы Action Unit 7. То же самое и с другими выражениями лица. Мы создаем ключевые диапазоны лиц для каждого персонажа. Далее ответственный за данного персонажа аниматор описывает начальное и конечное состояние каждого выражения. В результате мы получаем полный комплект анимаций, изменяющих элементы лица для каждого из наших героев. Система была разработана еще в 1978 году Полом Экманом и Уоллесом Фризеном. Однако первоначальное ее применение никак не связано с созданием игр. С помощью FaceS проводили анализ мимики лица, и чаще всего он применялся в области психологии. Существует также и безмаркерный метод захвата движений, основанный на автоматическом распознании лица и образов. На революционный шаг в лицевой анимации сделали Rockstar Games во время разработки L.A. Noir. Мимиковый L.A. Noir играет ключевую роль. И основная задача игрока состоит в том, чтобы распознать ложь, опираясь на поведение допрашиваемого и его выражение лица. Уже упомянутого ранее Performance Capture для реализации этой задачи было недостаточно. И тогда штат аниматоров довели до ума систему сканирования движений. Вокруг актера фиксировались десятки камер высокого разрешения, которые записывали информацию с каждого участка лица, а специальный софт создавал полноценную модель головы персонажа. Процесс захвата движений проходил в два этапа. Запись лица и головы в целом проходила под моушенскан. Актер сидел перед десятками камер и, демонстрируя игру мимикой, озвучивал все реплики. А захват движения тел проходил в классическом моушенкепчур. Затем все это склеивалось, и тут возникла одна из главных технических проблем L.A. Noir. Постоянное ощущение того, что голова и тело персонажа разделены. Анимация тел на фоне лицевой была не лучшей и смотрелась менее естественно. Анимационная студия Snapers представила более упрощенный способ без маркерного маукапа. Захват мимики проходит посредством всего одной камеры. Плюс все это в режиме реального времени. Подобным образом анимация лиц воссоздана в Injustice 2, Mafia 3 и Shadow War. Еще студия предоставляет инди-разработчикам цифровые скелеты лиц, что обходится в разы дешевле, чем процедура захвата или сканирования. По сути это готовая модель головы, части которой полностью анимируются вручную. Сегодня маукап захватывает движения всего тела. Камеры перед лицом цифруют мимику, а датчики с костюмов захватывают все остальные движения. Например, в Bay of the Souls, где главную роль исполнили Эллен Пейдж и Уильям Дефо, аниматоры задействовали все возможности маукапа, что дало возможность получить на выходе максимально реалистичное поведение героев. Иногда это больше похоже на театральную постановку. Актеру приходится много воображать и мысленно погружаться в пространство, где находится его персонаж. Напишите в комментариях, в какой игре лицевая анимация впечатлила вас больше всего. А также не забывайте переходить в паблик, там ежедневно появляются новые статьи и обновляется информация о курсах. Удачи всем и до скорого! Субтитры создавал DimaTorzok